всем привет еще раз сергей дф сегодняшний матч с вами мы смотрим с вами полуфинал кубка восьмого сезона от лиги портала дженера.ru кристалл против шикигами одесса против камин скуральского и игроки играют айр против демалишна сегодня мы уже говорили о том что кристалл не лучше своей форме а шикигами двукратный чемпион лиги на данный момент действующий и конечно же тут винрейт не в пользу кристалла но давайте посмотрим что как это выйдет на практике все-таки это кубок панели пропал может отчизить а улит закинуть ногами плеваться кусаться и выиграть матч и выйти финал все это может случиться поэтому давайте смотрим хай скилл против опыта хитрости не знаю там глубокой стратегической мысли видимо в этом матче сегодня. Рабик вот идет кристалл у нас в команде спам судя по двумая филдам так вот все просто а шики дает нет шики прибежал Рабиком а сам идет в подрыв не достроил не достроил не достроился в принципе да верно дозер принял верное решение потому что если бы не поехал дать Рабик его 3 минки и соплайба или 4 по 3 3 по 3 минки и соплайба улетела бы на воздух поэтому все верно так мне кажется ли у нас звуков я почему-то нет поехала течь сейчас течь пройдет я гляну что за звуком у и не очень принципиальный момент от нее зависит как пойдет дальше игра развиваться и Раптор успевает затеть первую Ух ты успели вылезти подрывники из технички но но сплэш Раптора достал реально было в полтора сантиметра разница куда удели ракеты и взорвались подрывники да хорошее начало для Криси просто отлично так в чатике ругается что у меня ужасный голос как думаете надо делать операцию срочно по изменению голоса или как-то можно обойтись так звук да я обещал вам вернусь секундочку я гляну что у нас в микшере видимо у нас да нет должно быть нормально все вроде звук есть на команде у нас строится тем временем ох ну зря был этот конечно вылет ни к чему он заведомо не приводил потому что один Раптор не убивает 1 взлет и квад какой смысл был раздменивать Раптора ну наверно никакого так ну неужели Криси надо перенимать это как обговорить все равно иначе дотянет он до чего он кстати тянет а вот он берет чинуки они сбивают ракеты и сейчас главное ему убить сразу два квада первым делом а потом ракетчики перестреляют с чинуками нормальный план Криси молодец ставим здесь пятерку Криси давай Криси дневник все он отбился был это максимально эффективные действия по отбиванию данной атаки ну слушайте если сейчас еще подкопится пару 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 каманчи то уже инициатива урки Криси лопить идет особенно если сейчас отбьет в атаку он какими-то силами не потеряет свои каманчи здесь фаербейзом закрепится и все он полетит в контратаку забирает Росаплай срокет баральном поэтому тут вот ключом момент для Криси наступает дозер конечно зря дал он должен был строить фаербейс а тут по древник прибегал да судя по всему по следам таким черным но этот момент почему-то не очень хорошо получается а все идет значит в контратаку что ли Криси у нас ну в принципе о чем мы нет то я бы на месте вот полетел бы убил бы норку убил бы завод и пусть бы там квадает что хотели бы делали на базе нет все таки возвращается он но тоже неплохое решение учитывая что Шуки был отвлечен направил на здание я поэтому не буду никогда так делать направлять тыкать в здание и куда-то уходить потому что ваши юнди будут захалявлять лучше на гвардии оставлять Кил точно так же они здание рубят но могут переключиться на внезапные невидимые атаки всякие да всем привет молодец что застал минералов смотрим мы очень принципиальный матч полуфинал кубка восьмого сезона все наверно можно смело забыть о накоплении в Каманчи Кристал остался 1-0 мне кажется зря он ввязался в эти войны это абсолютно было ни к чему зачем за эту норку что она делает я просто понимаю здесь бы он воевал поставься фаербейс и пусть сначала люди с фаербейсом ввязываются в войну ну не знаю у Кристал вот был на тоненьком на тоненьком был момент когда вот практически он уже перейдет в доминирование и все и куда-то полез он драться с кем-то с какими-то там непонятными типами у киоска за пивом там начал права качать и все и там в общем сгубило его стремление и это 1-0 кто нас может смотреть впервые напоминаю что есть регулярный сезон лиги в котором по круговой системе играется достаточно продолжительное время много игр и есть кубок в котором восемь сильнейших из про лиги восемь сильнейших из любительской лиги следствуются в бескомзаместной сетке на вылет напоминаю что Шики Югами у нас здесь очень двухкратный чемпион лиги седьмого и восьмого сезона поэтому Криси приходится не сладко но Криси у нас один из самых матерых выдумщиков и ветеранов большого спорта Диманзик привет как генералы спрашивает Сэйма Сэйма ну собирается ли переходить вопрос уже не актуальный потому что если ты откроешь турнирную сетку по последнему турниру там почти половина игроков первой генералы причем такие именитых напоминает ли частицы? да конечно напоминаю половина таких же юнитов даже это меньше пока ремейк чем Татаркрафт 2 по сравнению с Татаркрафтом первым где вообще по максимуму воспроизводилась но все же так ну что давайте отличаемся на игру немного буквально продолжаю брать свои профильные расы ну как профильные Криси конечно больше на СОГ специализируется Берт Айра видимо он понимает что у него видимо больше шансов что ли в 1.07 хотя Айр конечно изрядно ослаблен в 1.07 нет ковровки на первом повышении генеральском ослаблен боевой чинук в общем Айр сделали по принципу чтобы это стал один из одной из американских рас а не просто имя генерал в самой сильнейшей игре вот так вот так ну что здесь какая стратежка она конечно концентрируется около двух вышек здесь и здесь у каждого игрока наверное в любом случае на этой карте надо брать вышки потому что эти две тысячи они очень сильно впечатляют на дальнейшее развитие накладывают Димас да проходи располагайся так вот пошел у нас захват и здесь да идет захват смотрите как синхронные игроки делаются жалко что нам Криси не показывает свой дебют которым он играл с Сенька на прошлом сезоне дропом турельки с параком здесь и обустройство тяжих вышек и захватом своих это было по моему самое сильное на этой карте что я видел так первая команда сейчас отменит норку норка кстати очень важная недаром Кристалл опускается вам прекрасно дает отчет что из этой норки когда выйдут квады они застрелят вышку с того к конца берега вроде как Шики на автомате сразу минирует вышки и ставит норку а почему не стингер то интересно мне кажется стингер был бы здесь уместнее потому что из норки так могут вывести квады пострелять по внезапной атаке а вот чем будет полимертиком отстреливаться норка на другой берег мне кажется стингер было бы веселее но тем не менее оба игрока взяли по две тысячи и наверное сейчас оба будут переходить в макро по меньшей мере в тир 2 так где но почему то оба это не делают Кристалл добавляет второй аэрофилд заработанные деньги а что делают Шики пока я не вижу никакого действия неужели он и завод что то простаивает куда деньги то подождите уходят 1400 кристалл 700 вроде деньги потраченные что происходит чего я не вижу сосредоточен да шикина видим вот на этой атаке из под норки в ближайшей базе почему сворачивается у вас в соли железобетонного домика да домик конечно суров очень порой страшно когда не знаешь ну что Крис опять это делает эту ерунду какой то один раптор который просто падает да он реально 1100 вот просто взял и выкинул на ветер дфс ск привет да это я немного честно признаюсь сейчас не беспокойся мы уже скоро заканчиваем да да отдельный привет дфс на скдтв частенько я его стримы смотрел интересные и домик смотрите железобетонный что делает почему криси не знаю не начал воевать вместе с ним с этим домиком вместе неужели шики пробьет вот так вот с первой атаки не может быть криси неужели ты не готов к этому ну как же так ну поставьте рядом с железобетонным домиком заранее там не знаю фаербейс ну просьба комарда не обижать дфс в чате потому что это достаточно известный стример пейджер импайрс и просто так получилось что у нас совпали никнеймы я не вижу в этом ничего страшного просто будьте знакомы так ну все тут по ходу дела разбирают криса пейджер Да, тут уже никак практически кристалл не отвертеться. Вы там прям целый скандал в чате устроили, я прям не знаю на что больше взрываться на игру или на вы. С одной стороны я рад, что есть у нас горячие темы в чате, потому что жизнь общественная тоже немаловажна. Все таки мы с вами собираемся не только посмотреть на пообщаться по поводу происходящего, поэтому жгучие темы всегда приветствуются. Да, ну я вам конечно покажу что происходит, вкратце я вам уже сказал, что здесь кристалл уже к сожалению не как. Вот и когда мы видели игру, не помню с кем же он играл, напомните кто больше в теме, со спейлем, вот я сам вспомнил, когда на этом островке при потере мейна также заперся надолго кристалл и потом выиграл эту игру, это был эпический винт, но к сожалению AIR Tennis VG, это перерогативы SVG, резиновый шланг показывать, такой глобальный, тотальный я бы сказал. Но у AIR конечно меньше средств к защите, коль если он уже провалился. Правильные вы вопросы чебуреку что-то задаете, все правильно, приставайте к нему почаще, что почему он нам не показывает игры на КВ, да пусть выключили квик матч, но можно рубиться. Даже сейчас AIR вроде как не играет, но можно экскалер порабощать каждый день, Карло. Чебурек, держи ответ перед публикой, почему, где стримы порабощающие. Каманчи пробовали вышки снести, но им это не удалось. Такие Каманчи без Родины, все их там уже или чужие люди живут на их землях исконных, а они летают. То есть я даже на радаре не его Каманчи, а вот они. Четыре Каманча. Но у генералов не знаю, я Чебуреку даже ключ предлагал. На, держи, только не выпускает рук, иди играй, а он не хочет ни в какую противиться. Крис, ты что затеял такой, я не понимаю, а он деньги хоть... Ну нормально, в принципе. Но дело, когда у тебя нет денег... Прошу прощения. Когда нет денег, и ты там где-то строишь какие-то в горах, схроны. Но тут, в принципе, деньги есть, да. В принципе, я считаю, да, надо потратить. Не умирай же там, шестью тысячи денег. Надо хотела при смерти потратить. Поэтому, ну ладно, одобряем действия Криса. Смотря на то, что у него тут, в принципе, нет хаутов на победу. Шиги как настоящий макроигрок уже на автомате живет там, где можно жить сразу же, как только там кто-то пробежал из своих. Даже несмотря на то, что игра уже почти выиграна, все равно это делает на полную катушку. Крисе жалуется, что он забыл играть Айром. Видимо, он сейчас вспоминает, какого юнита строить. Которого он построил, вертолётики летающие, невидимые. Они, видимо, не нагибают. И он думает, блин, какой-то же другой должен быть юнит. Надо Крисе подсказать, что это Хамви. Не забиваешь полный Хамви. Сажаешь туда чуваков, ракетчиков, базутчиков. И вперед поехал. До трёх лычки прокачиваешь три штуки и всё. Неубиваемая становится связка. Сейчас я Крисе подскажу, раз он забыл. Так, ну что, 2-0, меняем счётиком. И у нас матчпоинт для Шикигами. Да, как говорится, на вкусе свет. Даже забыл, как говорится. Товарищей нет, вот вспомнил. Кому-то нравятся иконки генералов, кто-то считает их страшными. Тут уж, наверное, каждый сам для себя определяет. ДФС как-то с нами остался, ли вы его прогнали своими агрессивными репликами? Нет, наоборот, раз что-то к нам захаживают неизвестные стримеры. Так, Килин Филдс. Как тебе новый генерал спрашивает Шторм? Слушайте, ну, вопрос номер один, да, становится. Какую бы игру я не показывал, да? А как вторые не надо отвечать? Мне нравится, так опишу кратко. Нравится, я даже в них играю. Крис извиняется, передаваем всеми за плохую игру. Так вот наценивают свою первую и вторую игру в этом матче. Откуда ключи, спрашивают в чатике? Ну, как откуда? От Якузы, в основном. Ну, всем, кто на турниру захотел поучаствовать, который сейчас идет, ну, всем предоставил ключ. Что он тогда решил переименовать вопрос? Да, как первый и ЦНЦ? ЦНЦ, первый, председатель генерал, и уж идут, это отличная игра. Эпичная, я бы сказал. Так мы даже в себя посмотреть же можем. Да, Мангус поддерживает Криси. Ну, что у нас, какие изменения? У нас Криси понял, что он, в отличие от 1.04, он никакой халявы не словил, взяв аэра. Видимо, у него стереотип такой остался еще. И он понимает, что надо перевозвращаться к извечным ценностям, к истокам, так сказать, мироздания. Наконец-то он к этому пришел. Только после того, как ему по шапке надавали. И он берет СВГ. Вот, с индивидуальными словами. Наконец-то он будет заниматься своими вещами. Кажется им делом. Ну да, он из Ура предлагает ключик. Кому нужно, попросите у него в конце концов. Да, Димас напоминает, что еще одно поражение от Криси, и может забыть он про визы в Америку навсегда. Так, ну что. Ходясь в сайте, по-моему, в регулярном сезоне, Кристалл и Шики играли в своем матче на этой же карте. Точно такой же матчап. И Шики подорвал здесь просто пидозер первый. Так вот все быстро получилось. И в этот раз смотрите, что делает Кристалл. Он заранее ставит пушку, но она отключается. Из-за того, что Грейт на электростанцию не готов. То есть, с вами мы видим проапгрейдную версию этой игры в двухнедельной давности. Ух! Ну вот такой апгрейд получился. Рабик успел Минку поставить. Ну что, обстраивает вот норками, да, у нас Шики. Так, этот террорист уже, к сожалению, не добежит. Хотя, если бы не Ханги, то он бы добежал. Едет Тэйдж. Работает Сапплай уже. И Тэйдж поехал взрывать. А куда он едет, я не понимаю. Тэйдж, ты куда поехал так? Ну да, наверное, игра была слепую. Не думал, что тут есть Сапплай и приехал. Никого нет. Вот это Фокус. Сапплай-то вот здесь. Крис, я обманщик какой, а? Ну, так, хорошо, в принципе, все сделал Шики. Взорвался через Коннорл, но Крис Лос контролил. Молодец. Еще раз заход. Нет, опять же не успеет. Крис решил нам, минимум, показать высший пилотаж в этот раз. Ну и в лучших традициях резинового шланга, вот наконец-то узнаем Криси. Совсем другое дело. Пушечками обстроился. Сейчас мы накопим на статегический центр, пойдем в Авроры и будем летать ими все взрывать. Вот это наш настоящий Криси. Вот за это мы его любим. А то придумал какие-то там макро-геймы, микро там, всякая, это все фигня. Шланг строишь и все нормально. Да, все кто хочет ключик каким-то образом найти, вы сильно не обращайтесь в том плане, что многие кто взяли ключ, а турнир в итоге не смогли поучаствовать. Потому что требования высокие. В любом случае Windows XP не поддерживается. Да и Windows 7 нужен достаточно современный компьютер. Поэтому имейте ввиду. Без отрыва от этого нет смысла хотеть генералы поиграть. Вот так вот контрит в Хамве. Шики просто сделал 4 течи. Так, ну а что у нас здесь? Где скоро у нас там Аврора, то я не вижу. Ой, ну зачем столько пушек-то? Ну ладно. Надо же уже строить филд. Так, ковровая бомбинтания рулит и танковый квиней пишет шторм. Я не совсем понял в связи с чем это предложение. У нас тут, видишь, взрывается все. Пушки взрывают. Ты говоришь, клинья танковая. К-52DR это что? Это процессор от Huawei? Ну вот на самом деле, с этим смехом так и получилось. Половина тех, кто понабрал ключей. А они одноразовые. Потому что после активации они всегда прикрекаются к каунту. Половина просто не смогу сыграть. Оказалось, что у кого-то Windows XP и у кого-то там калькулятор. Сколько-то там битный. Здесь еще кассеты туда Dendy вставляются. Сказали, а мы же не знали, что в современную игру нужно Dendy апгрейдить. Всегда играли на приставке, там нормально было. А это из перевода, гоблинского перевода. Понятно. Ноут Асус георитм ангуст. По моим ощущениям, вторые генералы очень... Зависимость от видеокарты очень большая. В отличие от большинства игр. Большинство игр все-таки процессоры зависимые. А здесь наоборот. Поэтому я боюсь, что нужно просто тупо мощной видеокартам. Если ты мне скажешь, что мангуст подключаю тебе видеокарту, то я тебе скажу, насколько я тебе строю, настраиваться на генерала. Так, ну все, у нас есть стратегический центр. И сейчас у нас мы строим Аврору. Сейчас сразу кинул. Красненький огонечек. Так, лагает три онзы. Ну онзы, что я тебе могу сказать. У меня ноль потерь. Поэтому... Тут, наверное, ничем не могу помочь. У всего подрывников сгинуло просто так и не взорвавшись. Жалко, жалко. Ну да ладно. Слушайте, ну вот мы тут с вами про разные вещи говорили. Заговорились уже, но по ходу дела там. Видите, шланг канает. Инициатива, я вам скажу, уже давненько ушла от Шики. Да, у меня должен быть дворец. Но я еще и два занято. Ну все, сейчас пару раз слетает Аврора и Шики, наверное, сдастся. Слишком он сконцентрировался, как по опыту предыдущего матча на этой карте. С Кристалом, что надо вначале взорвать. Переборщил. Но тонкая грань такая, где надо заканчивать взрыв. Хотя вот проигранные шики игры. Где же он проиграл, подожди, еще Кристалу там. На этом, на Финал Курседе, по-моему, он отдал игру в регулярном сезоне. Как он сказал, что я играл без плана Б. Ну, как хотите, назовите Аллын там, что-то. Я взорвал до конца. Если бы я не взорвал бы, то я, конечно, проигрывал. Тогда я эту игру отдал по такому принципу. Возможно, после этой игры он скажет так же. Я хотел взорвать наверняка. Ну, тут я, конечно, вижу план Б, а там-то он вообще сдался. Просто, когда понял, что все, уже ничего не взорвать, а экономики проигрыш. Надеюсь, то у него есть какой-то план. Второй завод добавляет его. Ну, в принципе, почему нет-то? Баги, квады вперемешку. Ну, не знаю. Как это все будет терпеть, это Урора сильно. Просто страсть. Дело может быть в сервере. Но если у остальных нормально, то он вряд ли в сервере. Плюс я осознанно выбрал самый быстрый сервер, до которого у меня сам будет связь на Твиче. Сейчас на Лондон стримится. i5 и GTX 660. Я уже спугался. Думаю, ничего себе, что это за ноутбук такой у Мангустас GT 660. Как раз он настольник у Свема. Алекс Мерсер спрашивает, есть ли что-то не потянет генералов? Да, есть, конечно. Мы про вторых просто говорим. Может, только сейчас разговор случился. Вторых, к сожалению, очень много чего есть, что не потянет. Ну, GTX 450 не такая уж плохая карта, потому что у нас есть люди, которые умудряются играть GT 440. Стоп-старт меняет сервер, нет, стоп-старт меняет сервер, только если автобаланс стоит. Я, к сожалению, выставляю вручную сервер самый быстрый. Алекс Мерсер не вышли, все играют в альфа-тестирование, альфа-тестирование. У GTX 560 тоже очень мощная карта. У нас, кстати, не особо слабее, чем GTX 660. Вообще, сейчас, насколько я так что-то последний раз подсчитывал, была лучшая покупка, конечно, на данный момент GTX 760. За свои 10к сколько она стоит, там, ну, 9,5 рублей. Она дает просто ультимейт производительность. Лучше она там дальше уже гораздо дороже начинается, поверх. Это, наверное, лучшее приобретение на сегодня. Да ладно, практически всех есть, кроме Демаза. Ха-ха-ха, ключик. Так что он просто не хотел тебя расстраивать. 780, да, безусловно, рулит. Мы говорили про некий, как бы, оптимальный баланс между ценой и производительностью. 760, конечно, вне конкуренции в данный момент. Про мониторы надо, он предлагает, там, кстати, мы много обсуждали про них, так что ты много так прочитаешь сходу. Что брать лучше? Лучше брать игровой монитор, но это может дорого обойтись тебе, поэтому имей в виду. Ставь вопрос четче. Я хочу потратить бабки и получить удовольствие, или же я хочу за минимальные деньги уволиться в тему с форматными мониторами. Так вот, надо вопрос ставить. Сегодня собрал ком за 72 рубля, говорит Алекс. Слушай, поздравляю, даже немного завиду тебя, я бы хотел что-нибудь такое собрать себе. Но, наверное, это будет пока еще не скоро. Сейчас все широкоформатные, вон, ты так реально думаешь, посмотри сколько стримов квадратных до сих пор идет. Это не просто юзеры, это стримеры. А у юзеров-то, наверное, еще у половины квадратики показывают. ЖК или лет спрашивает ли он за ней, это вопрос такой. Одно и то же практически, разницы нет. Так, ну что, вот он настоящий у нас резиновый шланг, мы видим. Ну что, мне надо КамАГ сказать, шторм в мишине бороться с этим. А у него экономика-то не позволяет. Наоборот, два супер оружия уже в Крисе. Ну да, я со штормом полностью согласен, это выбор каждого. Я вот себе не собираю за 70 рубля системников, по той причине, что тоже не особо вижу в этом смысл. Я сторонник пошагового постепенного апгрейда. Хотя, безусловно, если бы у меня это были деньги, которые можно спокойно потратить на свое развлечение, то почему бы нет? Уже как бы не будем за каждого решать это. HD 5470 пишет Мангуст. Ну, я думаю, что с такой видеокартой есть многие шансы загрузить генерала вторых. И что у нас, пошло у нас супер оружие, куда оно полетит. Где-где-где-где? А, вот оно, рынки, да, выжигает? Ну да, собственно, что оно еще может? И дворец, что ли, с одного залпа? Вот это да! И соплай! Ух-ты! Жестко! Ползавода еще. И завод еще? Ну вот это да! Вот это луч! Ничего себе! Четыре заняло. Вот это даже может сказать, что с тормом на части позавидовать. Не понял, братец, что в тем вопрос, а почему графику прикрутили? Поясни, я не совсем тебя понял. Поясни, я не совсем тебя понял. Ну, раз 8 рынков, то в принципе шики еще пока в игре. А у Криси... Вот одна дробь зона только строится. И здесь одна. И здесь одна. Так-то Криси намного меньше сейчас бывает. Я только не понимаю, почему у него постоянно не бомбят что-нибудь? Почему у него на патруле стоят? Можно же выбамбливать потихонечку что-нибудь? Да, спец. У нас тут шланг лютый. Да нет, на самом деле это только у нас первая игра. У нас Криси две игры отдал по-быстрому за аэро и решил пошланговать. Поэтому... Ну, можно. Я считаю, одну игру в матче можно. Это, кстати, один из постулатов теоризийного шланга, что даже когда у вас в два раза преимущество, вы, главное, не добиваете соперника. Потому что если вы добьетесь, а все удовольствие теряется. То есть, даже у Криси было преимущество, он в принципе не нападал. Потому что иначе бы это лишалось смысла, мы бы не смогли в ближайшие полчаса сеять и смотреть, как вам, допустим, вот у него тут аврорка летает. Здесь хамби стоят, вот так вот. Чаик. Тут мы город строим. Вот. Здесь еще должны быть вот так вот между зданиями еще дробзоны, как бы по одной, ну или по две там. И потом можно начинать вторую линию строить вот так вот. Чаик обороны. Вот. Вот. Ну я бы так развивал город, по крайней мере. Ну тут шики жгут потихонечку. Супероружием. Ух ты. Пошел у нас бункер баст, который выбивает из туннеля всех. Ну это классно. Криси показывает скилл. Выбил из норки всех стелсом и грохом авророй. Это было клево. Хочу что-то мы увидели в последние полчаса интересного. Вообще шики вот проиграл уже, наверное, полчаса назад. Сейчас, господи, они просто тут строят города, потому что Криси шлангит. Ну а шики он уже из принципа, он уже не будет выходить, пока его не добьют. Так, дело спортивного принципа. Трех лычковый аврора, хорошо на жахмалов в прошлый раз. Аврора летает со стелсом. Интересная связка. 5 тысяч денег у Кристалла и 2 800 шики. Ну не знаю, шики вроде... Настроил рынков, поддержал экономический баланс. Но без скат штормов это бессмысленная затея. Борьба. Я понимаю, если он шикат шторм, он как бы... Пытался бы столько же штук построить постепенно. Без них бесполезно, но тебе постоянно будут рынки сжечь. То есть тут смысл-то был бы... В большем количестве рынков только при условии, что ты тоже бомбишь. Скат штормами дробзон. Если бы он кидал бы в его дробзоны, сюда бах! И нет двух дробзон. Сюда бах! Тут тоже этого всего нет. Вот это был бы смысл. Так это все пути никуда. Сюда бах! Сюда бах! Сюда бах! Добавляет кисть в дробзону. Молодец какой! сейчас нужно пару электростанций построить акведук провести и можно строить колизей я не знаю вы можете меня считать кем угодно но я как делал так и я вот сюда так продолжаю делать я когда вот вижу что я не порабощаю крисе и первая урожа китай бомбочки еще она в землю не перелетела я сразу пишу губе и выхожу просто я понимаю что я только что решил там 40 минут довольствие крисе и меня это вообще бодрит шики почему-то не может перестаться в себе в том что он проиграл и и вот тут как называют это удовлетворяется диски на полностью крисе скажем играет по его правилам думаете он надеется на этот на как он на сброс как не называется забыла прибыл амбуш да но у него накопиться не может потому что я не убил в этой игре так думаете что докатулку сейчас можно сколько угодно еще на чем главное сейчас непонятно если до сих пор не накоплено на рыбу амбуш на на чем тогда его поймать то есть не юниты сник истины сражаются ну или трех лучикового в роли убить как-то я не знаю я я считаю что нет ничего зазорного в том чтобы выйти из игры в которой ты уже четко представляешь что проиграл кто считает по-другому напишите свою точку зрения о как я говорил надо в проходе как везде другую зону застраивать тут еще надо вот здесь вот тут еще строить и строить вот спец мужик не боится себе признаться то после урора надо выходить только он после 2 это делает молодец ну что вот атака шики неужели он сейчас затащит ну-ка смотрим уже в 2 раза меньше шансов что он затащит сейчас в 5 что-то да как-то так себе еще одна аврора ждет шики а а и Ну и я уверен, что после игры Шики поймет, что нет смысла играть с Кристи в эти игры и будет играть опять нормальный фаст подрыв. Чистое из-за уважения к своему времени. Ну вот, да, что, Олег, говоришь, что без кадов нет никакого смысла даже никак не пройти. Я тоже сразу так вот сказал вам, что уже без кадов тут, ну как, бессмысленно. Не знаю, почему Шики сразу не пошел в скады, можно было ограничиться в два раза меньше количеством рынков, но тут сразу иметь два хотя бы скада, чтобы под первый бабах куда-то заходить. По деньгам тусим заду Шики и 8200 у Кристи, да, а Кристи даже тратит деньги-то особо нет, наверное, невидимо на жды. Тут уже томагавки пошли. Ну, здравствуйте, это просто вот так вот, подъезжает чисто, представляете, такой ход, как демотивирующий томагав называется. Ты тут, короче, стреляешь там, в тебя стреляет, пулю свистят, томагав такой подъехал прямо во время боя. Водила вышел такой, есть, перекурить так где-то, а то вот сжигалки кончились, и такой, ага, невозможно выиграть войну в таких условиях, и просто бросаешь оружие и убегаешь. Вот такие дела. Как, вы рады, что мы потратили полчаса своей жизни, посмотрев просто уникальнейшее действие мега-битву? Да, кстати, Мундак, ты вообще просто красава. У меня такой же вопрос. Ну, я вот сразу о нем не подумал. Ну, ты вообще в точку. Зачем вышел Шики? Можно уже было еще, блин, полчаса там, не знаю, квадры расставлять. Да тоже можно было город так-то строить. Так, меняем счетик. Ну, это, конечно, неписано, да, то есть полчаса не выходить, а потом выйти. В какой-то момент, блин, она должна была досить до конца, на самом деле. Должна быть в этом какая-то логика, мы потом у него, может, спросим. Ну, я думаю, Шики сейчас себя по щекам сам нахлестал, будь здоров. Сейчас он не допустит этой фигни. Берет он Sand Serpent. Ну, сейчас, наверное, мы все нормально увидим. Я бы не сказал, причем выбирал карту проигравшей, то есть Шикигами. Вы спросите, а в чем был выбор? Специфик спрашивает, почему микрофон из заднего прохода? Ну, просто я не на своем компе комментирую. Попросил у меня Шики. Другой комп, другое железо, гарнитура. Кстати, гарнитура такая же, как у Шики. Так, на правах рекламы, скажу. Ну, вот. Да, кстати, вот, ты это тащишь, потеешь, а чувак ливнул в итоге через полчаса. Ну, он, видимо, просто через полчаса решил, может, идею ее посетил. Знаете, как вот кто-то, кто-то не выдержал из зрителей этот, как он называется, в начале-то. Во сне идею в Шики, внедрил. Шики, ты можешь ливнуть, и он ливнул. Такая нела. Вот, на чем мы остановились? Почему Шики выбрал эту карту? Нифига она не открытая, так вы скажете. И будете правы. Также тут мостик, проходик-мостик. Но, эта карта, я сам ее беру. Всегда это макро-карта. Здесь, во-первых, много ресурсов, вышек много. И расчет Шики, то, что здесь даже если закроется кристалл, то он может только у себя закрываться. По крайней мере, вот этот с двумя саплайами остров. Шики намеревается по-любому забрать. То есть, иными словами, здесь проще экономикой задавить. Даже если человек закроется где-то там. Килинг Филдс брал под себя Криси. Там он закрывался, осознавая, что он закрывает два саплайя, кроме которых на карте ничего нет. Здесь по-другому. Именно поэтому, из-за чего мы с вами обсудили, почему лично я противник ТД, чтобы ее вообще навсегда из этой игры вычихнули. Потому что она относится к картам без экономики. Там резиновый шланг процветает. Не самая идеальная. Килинг Филдс еще лучше, чем ТД. Но ТД она тоже хороша в этом плане. Бункера, которые простреливают полкарты. И мимо них никак не пройти. Они же забетонные. Никак не выкурить, потому что там все глючит. Из-за рельефа. Куда-сюда. Ух ты, прибежал террорист. Ну, что-то Криси вообще какую-то жесть показывает. Он, наверное, тоже ментально понял. Я ведь наговорил всякой фигни. А Криси как бы это... Через астрал как бы это все воспринял. И понял, что у него нет шансов. И начал в какие-то развлекающие вещи играть. Вместо... Для того, чтобы запереться там. Начать дальше шланг строить город. Он решил допнуть два Хамви. Слушайте, ну в этом есть какая-то логика. Он какую-то тут подстройку какую-то произвел. Наверное, понял, что будет Шики расплатиться во всей карте. Что, собственно, и произошло. Занял вышки все. А он в это время вложился в вот такой вот алым дроп на главную базу. Два семьсот у Шики. Все деньги вложены у Криси. Сейчас Шики надо просто отбиться. Он выиграет. Собственно, вот. Так, еще один Чнук полетел. С подмогой, что ли? С третьим Хамви. Надо же где-то завод срочно ставить. В принципе, достаточно где-то сейчас время потянуть. И поставить завод. Потом на все его деньги он там строить. Ну, одна ломная у Хаммера. Я поглядился с подмогой. Это просто у Криси на автомате летает Чнук добывает главную базу. Да нет, походу дело зафигнулось атака. Сейчас просто только остаюсь из завода шить немного снарой. Потом 51% уже. В чем прикол комментирования? Спрашивает Чебурек. Не совсем понял. Чебурек, поясни свою мысль. Да, захлебнулось атаке. Атака Крисола. Террористы законтрели ракетчиков. Ракетчики Хамви. Ну что, завод готов. Сейчас надо просто потерпеть. Пару минуток и все. Ченок все так гоняет на данную базу добывать. А, в этом смысле, в чем прикол комментирования натяжом? Ну, потому что... Шики сказал, что он не будет стримить в ущерб своей игре. И... Ну, надо было кому-то это сделать. Ну, шалка, конечно, Чебурек, что ты не оказался в этот момент в онлайне. Ну, вот я, конечно, попросили бы. Давай, ты можешь все подключиться, как бы, в скайпе и это... Помочь, если что. Так, у нас уже три тыча гоняет здесь вовсю. Ну, тыча, давайте застрелим вот этих трех ракетчиков. А, они сейчас вышку заберут. Шики, давай их застрелим. Срочно. Куда поехал, Шики? Я что-то совсем не понимаю. Что происходит? Хм, неужели Криси во всю игре? Не могу в это поверить. Неужели Дропс оправдал себя? Двухами. Ну, сейчас, наверное, будет какая-то битва. Такая массовая. Где, наверное, все решится. Кто, наверное, в ней лучше сконтролит. Кто-то убедит. Потому что сейчас примерно расклад равный. Чуть больше экономики у Шики. Но чуть сильнее парни сейчас Криси. Ну, Криси, наверное, что-то не собирается вообще никуда. Ему понравилась предыдущая игра, да? Что, нам сейчас будет пушечки строить, да, везде? Не, на другой стороне, даже при таком делении карты, Крисики в плюсе, у него три соплая. И одна вышка. Против соплая. И одной вышки. Плюс два соплая, это стран сурово. По инкаму. Чего, поехал Криси, неужели он опять себя заберет в главную базу с дворцом? Ну, Шики, зачем дворец его строить на Мэйне, только что убитым? Можно же было бы в домах его построить. Хотя нет, смотри, Шики, что-то собирается бой принимать, по ходу дела. Сейчас выше, кстати, упадет. Ну... Вот, поехал подрыв. Так, может, надо было все-таки сейшен дострой подорвать? Шики. А, или он то и другое хочет? Да, он хотел то и другое. Потому что как раз три подрывника на вышку и два на барак. Здесь почти один оказался. Не знаю, на чем он хотел. Блозер же, наверное, просто прикурит. Ну, тут командник уже есть. Ну, смотрите, подрывник-то полный. Полностью выполнил свою жизненное обозначение. Духом Д забрал. Тут надо уже в плюсе. Нет, не стал Крисию сбривать Мэйн. Хотя можно было бы, наверное... ... 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 вытягивается все пошел в рынок, что там, Rebel Ambo что ли есть? или это просто уход опять в макро готов апгрейд на укрепление зданий классный апгрейд такой вообще и это и и и и и и и И то у Мисла только доделался, и вот так вот Шики решает. Вот в какой-то момент взял и надумал наломиться. Подумал, а почему бы и нет, и поехал в атаку. Благо быстро передумал и решил вернуться. Такие у нас события немногочисленные опять начинаются. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не понимаю, что не за справедливость... Продолжение следует... 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 если сделать ливолку то потом будет вайн да? ну что значит затащил бы ну не знаю какой-то там лимит полчаса только можно тащить потом нельзя как бы мы уже с вами 20 минут смотрим как шики тащит все никак не может затащить когда в g2 альфу спрашивает бтс бтс тогда ну куда матч будет ближайший мне мол до вторника ближайший матч даже соперника еще нету сегодня только предыдущая пара должна сыграть не ну я согласен в смысле что с карт лаунч здесь бы помогли еще в первых был большой промежуток пока не было урора можно было просто кого-то накрывать серьезно даже когда урора да можно можно хороший более уронных но я не знаю по моему демократию спас либо если даже не скат лауншер то эти не скаты скат лауншер да вот эти большие которые бобахают супероружие спасло бы вот просто все деньги вкладываешь чтобы бомбить начинаешь и все там не бери сейчас вот в итоге супероружие укрыть и он будет выжигать рынки один за одним ну это маня такая строить эти рынки глав них вообще как бы стиль ну разлагающийся я считаю из из этой халявы со вторичной экономикой которая там не знаю практически не убиваемая рынок там убить не вообще нереально юнитами из-за того что это вот так там масштабируется в любых масштабах у них вот эта маня экстрактивность рынков она просто не ограниченная ничем у меня есть альфа но но ты его играть добавься друзья ко мне и из моих друзей там вообще много народу может добавить что пропустил чатик читая где-то уже по выжигали да по моему у нас рынке эти два сгорело где-то вороже полетали ну стоит признать что если это еще какой-то интеллектуальная система сбросила супероружие здесь хотя бы надо маршрут продумать как больше зацепить это уже какой-то элемент управления типа типа игровой элемент на китае было просто кидаешь зажмуриваешься и пальцы скрещиваешь низ и ржешь сам по бах и такое смеялся такой все действительно почувствую себя пилотом космического луча направить его ну как больше ответственность как мил чувствуешь а вдруг своих сожгешь конце концов да хоп жёг жёг там оказалось что штаб-квартира была твоего президента там думаешь момент ops блин повышение не видать не надо было на другую работать и подумаешь подумаешь ты и такой блин быстро где у вас отключение луча начнешь быстро искать кнопку тут ты понял что зря я пропускал лекции в институте проспал стажировку кстати вы читали статью мне очень понравилось после последней войны где там она была неважно где просто как-то тема дружественного огня меня заинтересовала я прочитал там википедию еще пару статей глобальная тема на самом деле в современных войнах одна из самых таких актуальных что казалось бы оружие совершенствуется а дружественный огонь потери растут причем в прогрессии реальная проблема дружественного огня современной войне сложно не убить своего так в этих словах это вообще вникнет в проблему в этом конечно ряд факторов есть в современных войнах повышается как бы мощность оружия его дальнобойность все это как бы очень легко выстреляется и в этих условиях визуального контроля потери визуального контроля очень сложно верифицировать как бы цель то есть и кто-то там подширился ты взял стрельнул если как бы даже в предыдущих войнах все равно когда там меньше меньше был качество оружия уровень можем посмотреть во вторых нагрузки растут психологически все очень молниеносно быстро и интенсивно проходит люди начинают на пределе на пределе как бы воевать именно и у них реально нервы задают в крыше и человек просто от любого шороха может куда-нибудь выпустить там ну и конечно же гарантированность поражения повышается человек задуровый выпустил ракету все его уже не остановить так-то хоть раньше стрелял там очередь в лес но не попала и ладно тут ракету запустил все она сама сделала статистика была те интересны что там что-то британские военнослужащие потеряли в войне там где-то в афганистане половина потерь великобритании пришлась на дружественной огонь то есть представьте половина погибших военнослужащих были застрелены своими же статистика да вот фактор отмечаю там тоже такое было то есть есть стремление к высокоточности то есть дистанции повышаются и грубо говоря а высокоточность она не всегда идеальная запустили но ночью промазала по своему итоге прилетела да да все правильно скорость принятия решения доводится до такой такой быстроты что времени остается на подтверждение и нет права на ошибку то есть теперь неверное решение ну убил кого-то но он оказался не врагом то есть мораль то в чем до добра не доводит в это прогресс оружие оружие богнала психику человека оружие уже быстро и эффективно далеко поражает человек все с теми же проблемами страхами паранойями там с невозможностью сконцентрироваться больше пяти минут все на фоне усталости как жахнул какой-нибудь ракету под зад а так я смотрю одну точку пять минут ничего не произошло за пять минут а вот видите я увидел ба-бах рыба ламбушин забрала в рову здесь еще одна осталась кстати интересная статья по поводу на сина берете дружественный огонь в википедии там очень много фактов интересных многие-то моменты вообще откровенно там не то что позорные но на них есть позорности с делом случая со случайностью там во время второй мировой войны британцы полностью разбомбили свой десантный корпус на сицилии у шики 1800 у криси 4 400 денег так чтобы без денег сидят на там была в общем факт из уже современной советской армии это в какой-то там году там а не современный 50-й год наши полностью стерлись с лица земли бомбардировкой собственную военную часть китая короче или в монголии где-то в общем и под китаем просто видимо тоже кто-то по ошибке минимума брифинг провел не выспался короче вот комедил такую игру короче в ночь перед работой нифига не выспался пришел потом наговорил что ошибся и все эти и базу раскатали наши просто вы бомбили свою военную часть еще самый практик только сейчас помнил есть такой как же его зовут вообще наш первый это знаменитый летчик который первый применил таранта в первой мировой войне забыл как его фамилину известный пропаганда использовать кстати говорит что или как бы в пропаганде он первым применил таран на деле как бы он первые тараны были своих самолетов то есть чувак приготовился в общем прита протаранил оказалось что там своего бомбардировщика первый раз протаранил на самом деле наши решили это потренировался просто ничего страшного не по-крышкин как же там на т.п. по-моему очень почитаю статью понимаю что война такое дело и в те времена как бы современно тем более там ничего не понимаешь что происходит раз стрельнул туда а кто-то короче взорвался ты ничего не понял сидишь дальше там куришь короче написал рапорт я там кого-то пострелял все нормально да нет на букву т.п. по-моему наш самый там самый чувак который первый таран применил как же он талибухин или как он там не помню скажи дуб ну вот это да по-моему уже ближе по-моему кажи дуб ох кололихин может быть ну мы да про вторую гоню не про первую же конечно в первую такие самолеты там они только были там у нас было бы два самолета на всем период так давайте я последние полчаса пропустил что у нас тут случилось давайте расскажите кто смотрел меня просто за свой раздувал то есть деньги закончились до обоих ну крис есть что у него больше дробь зон что ли все ошибки порно также не строит на те как шторма не туда не знаю никита кожемяка вот кожемяка да может и кожедуб давайте не путайте меня все давайте голосовать уже чтоб шики выходил не знаю я бы на второй минуте уже вышел бы казаков нет казакова не слышал митя жопа короче вот там в общем история то он на своем самолете влетел будучи подбитым влетел в колонну вражеских танков вот так вот там пропагандистская эта история начинает так кстати за кого болеет джеки или за крисе есть только лошадь это болеет нас ну-ка кожедуб не вот все правильно же грибе 62 смолета противника подбила вот мало это вот где молодец интересно он летал на в роли бабах тут что забрали вору да специалист болеет за выключенный свет у кого-нибудь из них SPL привет кстати приветствуем SPL он у нас финалист ему предстоит с победителем играть на подсказывает что каждый мяка это это известный самый самый этот больше всех кто сбил а не протаран а вот вспомнил вспомнил как зовут я то первое всего гостелло конечно же имел ну вот его там пропагандистские улице улице в каждом городе гостелло уже называется по моему у каждого город есть такой адрес так да, просят показывать игру, показываю, полетел луч вот он сжег black market а вот по рулях гастелло совершил огненный таран, а он на танке да протаранил так, ну все, мне так как бы идти уже надо, я не договорился на 2 часа стрима как же мне завершать всю эту телегу, у меня не досматривать, нет желания не комментировать эту игру дальше никто не желает продолжить, он, дядя Леша, пришел к нам дядя Леша за стрим, пожалуйста, последнюю игру, сейчас в том, что будет 2-2 и надо будет матчпоинт показать ну давай не придирайся дядя Леша, ну покажи пожалуйста просто надо реально убегать публика просит ну вот я секреты Леша, видишь, племяшка есть все у меня тоже есть племяшка да, кто будет юбилейным 300 признавайтесь 298 у меня показывает ну здесь короче выиграли криси, потому что как бы тут уже все ресурсов нету вот да 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 Так, я видел, что окейный. Говорит, что сейчас дисконнект нужен, Криси из этого не выигрывает, и мы уходим в Батхерт и Флейм. Ну, подмогите кто-нибудь, чебурек, где чебуречек-то? Нет, я ждать не буду, потому что нет и невозможности, и самое главное, нежелание продолжать это показывать. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...